Приборная панель Иш-Ода 21-26-0-30 пропадает от массы на приборной панели. Пропаял все клеммы. Здесь просто на саморезах колодки держатся. Также все места проклепанные тоже пропаял. Здесь просто на клепках резисторы держались, с кольцами подхвачены. Контакт довольно слабый, некоторые даже шевелились. Все такие места подозрительные пропаял. Протянул все гайки. И все вот эти контакты, они тоже клепанные. Их тоже надо пропаивать. Диоды, резисторы, все пропаяно. Здесь у меня самодельная подсветка сделана. В чем обычно проявляется пропадание массы на приборной панели, начинают дико глючить приборы. То есть у меня начинает мигать подсветка, при этом указатель температуры резко заваливается в максимум. Также пропадает работа тахометра. Еще при пропадании массы загораются индикаторы поворотов. В общем, сейчас все пропаяно, будем пробовать проверять. Насчет тахометра не знаю, но подсветка и указатель температуры двигателя все должно работать. Итак, неисправность устранена. Все нормально. Трясем. Масса нигде не теряется. Подсветка работает у нас адекватно. Адекватно. Поворотники. Нормально. Вареечка. Дальний. Все отрабатывает. Ближний. Дальний. Ага. Так, лампы аккумулятора и масло. Все работает. Ну, сейчас при установке несколько раз все равно она промигнула. Подсветка. Потому что шлейф тоже натянут и выпадает. Сейчас все нормально. Но тахометр у меня давно отказал. Надо с ним тоже разбираться. Что с ним такое, не знаю. Итак, прошло, наверное, пару часов. Тут газель ремонтировалась еще. За газелью возился. В общем, полностью пришлось разбирать приборку. Выкручивать у каждого прибора по два оболка. Вот эти. Выбивать стрелки. Их надо с двух сторон подцеплять экстрактерами. У меня специальные вилочки для разборки всяких сотовых телефонов имеются. В общем, тут нужна ювелирная аккуратность, реально. Тахометр теперь заработал. В чем причина неисправности была? Я не знаю. Я просто плату, которая на самом тахометре, не задняя плата, там внутри есть еще одна плата, полностью все контакты по кругу пропаял, и он заработал. Так, сейчас подсос у меня уже убран. Что-то приблизительно около 800-600 оборотов. Единственное, мне кажется, что я неправильно поставил стрелку с температурой охлаждайки. Сейчас посмотрим, на скольких градусах она будет срабатывать. Потому что после установки она у меня встала сразу где-то на 60-70 градусов. Хотя, повторюсь, я целый час еще возился, движок должен был остыть. Посмотрим, на скольких градусах сработает у нас вентилятор. Сейчас полностью прогреется, увидим. На улице холодина машина толком не прогревается. Сейчас вот уже 100 градусов показывает, ну к 100 идет, да, и вентилятор до сих пор не сработал. И еще косяк, у меня почему-то не показывает уровень бензобака. Я думаю, что сейчас я схожу, сниму стекло с приборной панели, и все стрелки буду на ходу уже выставлять. Два часа позже. Темнота. Итак, лампочки горят, габариты включаем, подсветка работает, температура сразу пошла вверх. А у нас чего-то плохо на отдых. Так, скажем, как объяснить-то. У нас что, указатель уровня топлива довольно такой медленный. Вот зажигание выключаю, он потихонечку, потихонечку будет опускаться в ноль. То есть, когда садишься в машину, заводишь ее, ты не можешь понять, сколько у тебя бензина, потому что он потихоньку, потихоньку будет подниматься. Так, сейчас заводим. В общем, температура работает. Снимал стекло, прямо на ходу здесь выставил стрелки. По температуре ровно на 90 поставил при включенном вентиляторе. И уровень бензина тоже здесь уже на месте подкорректировал. Заводим, проверяем. Тахометр работает. Температура сейчас часа полтора, она простояла, уже остыла. Топливо приблизительно такой уровень у меня и был. Придется немножко, наверное, привыкать к новым показаниям, потому что стрелка может плюс-минус полделения не там. Так, поворотники работают. Второй работает. Так, где пищалка? Угу. Дальний свет загорается. Ну и все остальное тоже работает. А в речке. На этом все. Кому понравилось видео, тут ни хрена не видно. Фонарик. Ставьте лайки, вот такие полуночные лайки. Весь вечер, сейчас время часов, наверное, 10 вечера. Весь вечер проторчал в гараже. Если бы не братан со своей газелью, конечно, раскрепался бы намного раньше. Но, что делать, им никуда без меня. А мне услуги газелиста тоже могут пригодиться. Так что подписывайтесь на основной канал, на лайв канал, на инстаграм. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Мы есть в ТикТоке и на Яндекс Дзене. Возможно, кстати, что-нибудь будет выходить со временем и по газели. Но не в зимнее время. Срал я на все эти заморочки зимой ползать вокруг газели. Это закон подлости. Вот все лето просидел в гараже. Никто особо ничем таким глобальным не напрягал. Как только наступают холода, осень, зима. У всех, блядь, не работают печки. У всех не работают подогревы жопы. У всех что-то где-то погасло. И все едут на холоде заниматься этим ко мне в гараж. Как будто я тут вот просто обязан вокруг этих машин прыгать по холоду и заниматься. Чего вы, блядь, летом не приезжаете, когда вот реально в удовольствие было и посниматься, и позаниматься. Ну, в общем, если что-то будет такое не особо сложное, приемлемое в плане температуры на улице, то есть поснимать что-то и поремонтировать на газели, то тоже видосики будут выходить. Пик, 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 пик. Пожалуйста, пристегните ремень безопасности в городской режим. Все, всем спасибо за просмотр. Как всегда, всем всего самого наилучшего. И всем пока. Руки грязные. Гараж есть гараж. Чего вы хотели? По звуку оборотов 700, наверное. Около 800, а показывает он меньше полтысячи. Значит, тут тоже, наверное, немножко со стрелкой я накололся. Но, опять же, надо просто привыкнуть к новым показаниям. То есть стрелки немножко со сдвигом, наверное, получились. Со спидометром понятно все. Он у нас до 20 и так особо не работал. С температурой разберемся. В принципе, автоматика отрабатывает нормально. К показаниям бензина надо будет привыкать. Родной пробег 47128. Нормально. Серега, ну выйди на улицу-то. Серега. Серега, ну выйди дальше на улицу-то, блядь. Слышишь? Ты жопник, блядь. Говорю, ну выйди на улицу, блядь. Вот врубил там телефон и стоит, блядь. В общем, полностью разоблыл. Гудбай.